Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня поговорим о том, как быть счастливым. Меня попросили дать такой совет. На самом деле, я советы обычно не даю. Я помогаю человеку устранить то, что мешает ему быть счастливым. Потому что счастье, оно в каждом из нас. И каждый из нас прирожден быть счастливым. То есть, это его право при рождении. И когда мы говорим о счастье, то я говорю о том, что когда человек находится в настоящем времени, когда у него все хорошо, когда он чувствует, что у него положительные эмоции, хорошее состояние. И вот совсем вчера при консультации с человеком напомнили мне еще об одной важной вещи, которую я тоже очень часто упоминаю. Это, конечно же, искренность. То есть, это верность своим убеждениям, это честность. То есть, честность с собой, честность с другими людьми. Потому что, когда вы что-то наблюдаете, а говорите об этом совсем иначе, или что-то делаете, но говорите о том, что этого не делали, или наоборот, вот в этом происходит и основной раздор. Когда мы говорим с людьми, то мы часто хотим как-то повоздействовать на них. То есть, оказать какое-то влияние своими словами или действиями. То есть, мы можем соврать только потому, что так удобнее, чтобы о нас не подумали плохо. Но это превращается в такой клубок, можно сказать, который запутывается все больше и больше. И чем больше мы лжем себе, лжем другим, тем хуже мы себя чувствуем. Отсюда появляются и различные заболевания. Потому что нарушается самая важная целостность человека. Мы как бы хотим одну часть себя отгородить от другой. И получается, что? То есть, мы, получается, становимся закрытыми. То есть, мы закрываемся от того, что происходит вокруг нас и отстраняемся. И вот живем в такой вот скорлупе, критикуя других, рассказывая, как, там, не знаю, насколько другой не прав, и там, почему это все правильно. Вот. А мы можем быть совершенно другими. То есть, счастье заключается в том, чтобы человек был максимально открыт, искренен. и общался с другими, как с самим собой. Но прежде всего, конечно, надо наладить контакт с самим собой. То есть, почему вообще работает процессинг счастья? Потому что человек может посмотреть правдиво в себя, внутрь, в свой ум и узнать, что там. То есть, он не говорит там, что этого там нет, когда оно там есть. Он не подавляет это, не обесценивает, не говорит, что, а вы знаете, это как-то все было иначе. Тут нет, ну, некого обманывать. То есть, если вы начнете обманывать самого себя, то вы и не сможете никак исцелиться. Все болезни, они как раз происходят от этого, что человек нечестный. То есть, он теряет целостность и как бы разделяется на сегменты. И потом эти сегменты становятся все меньше и меньше, их становится больше этих сегментов. И человек просто как такая мозаика, да, то есть, он где-то сконцентрировался в одном этом, в одной части себя и все, а все остальное он просто не принимает. И вот с помощью процессинга счастья я возвращаю принятие человека, принятие себя, принятие других людей. То есть, и вот таким образом увеличивается качество жизни, то есть, увеличивается способность принимать. Сначала принимаешь то, что есть в себе, потом то, что в ближнем человеке. Потом все больше и больше принятия появляется. И потом в итоге ты понимаешь, что все, ну, то, что ты видишь вокруг, это и есть отражение твоих суждений о жизни. То есть, и когда ты меняешь эти суждения, то и жизнь совершенно становится другой. То есть, она становится более радостной, более счастливой, веселой. То есть, она приносит действительно настоящую радость. Это не просто что-то такое, что где-то там написано, как это должно быть. Нет, это те радостные моменты, когда ты чувствуешь, что ты это ты, что, ну, ты чувствуешь свои цели, чувствуешь свое предназначение. Вот, и на самом деле это не просто что-то, что где-то, ну, действительно, человек почерпнул извне. Это внутреннее чувство. И вот с этим внутренним чувством счастья жить просто прекрасно. Когда познаешь его, то ты можешь действовать осознанно, можешь делать те вещи, которые действительно, ну, во благо. Вот, и поэтому просто попробуйте сделать такую практику. Говорите правду. То есть, говорите правду себе, другому человеку. И откажитесь от лжи. Попробуйте это сделать хотя бы один день, и вы увидите результаты. Вы увидите, насколько вам будет легче, и вы почувствуете увеличение, ну, скажем так, энергии. То есть, вы почувствуете, что вам не надо ничего скрывать и отдаляться от других людей. А потом напишите в комментариях, как у вас это получилось. И, конечно же, если что-то не получается, то обращайтесь за бесплатной консультацией. Все мои контакты будут под этим видео. И я с удовольствием выслушаю вас и расскажу, как можно увеличить вашу этичность, вашу осознанность и уровень счастья. Если видео вам было полезным и понравилось, ставьте палец вверх. Это отметка нравится. Подписывайтесь на мой канал. И, конечно же, колокольчик для напоминания, чтобы знать о новых видео, которые выходят на моем канале каждый день. Я вам желаю счастья, осознанности. И увидимся совсем скоро в следующем видео. До встречи.